Замечательная новость, что я прямо помылся нормально и воспользовался тем, что... Что у меня за прическа? Это карантинная прическа. Я на самом деле думал... А, чем я воспользовался? Боже мой, это уже всё. Что? Я думаю... Что у меня такое ощущение, что меня в глаз покусали комары? Это меня комар укусил. В глаз. Меня реально в глаз укусил комар. Так, ну что же это за прическа карантинная такая? Ну вот я просто не знал, как она выглядит, если помыть. Так, в общем, я воспользовался тем, что ложусь очень поздно и пошёл мыться, вот получается, совсем такой глубокой ночью. И после того, как я помыл даже голову, вода ещё оставалась много, тёплой воды в бойлере. Ну я как бы на это и надеялся, на это и рассчитывал, этим и воспользовался. Почему я не хочу, чтобы после меня не оставалось горячей воды? Потому что здесь очень много людей, и мне кажется, что это не очень. Если ты уходишь из душа, а после тебя не могут помыться люди. История сегодня такая. Сначала как бы, ну так, что-то нейтральное. Я пошёл в консерваторию подписывать какие-то документы. Там куча народу. И мне охранник говорит, вот список тех, кто может заниматься. Если вы можете заниматься, идите заниматься. Я смотрю список, и там так, порядочно, там фамилии. Ну, у них есть свои причины, почему им надо заниматься. А у меня как бы нет. И я, в общем, увидел результат этого всего. Меня там нет в списке. И я тогда подумал, может быть, у начальства спрошу. Ну, сначала пошёл делать подписи, которые надо было сделать. Потом что-то начал... Заметил, что все как-то за руку здороваются. Я удивился. Но потом сразу так. Здравствуйте. Ииии. Это я таким образом продемонстрировал. Вот этот санитайзер. Там висят санитайзеры. И все, в общем-то, стараются проявлять бдительность. И мне не разрешили заниматься. И тогда я пошёл скорее в общагу, чтобы заниматься. Потом начались какие-то планы. Куда-то поехать. И вот в 10 часов вечера я уже собрался куда-то ехать. Воспользоваться погодой. Ну, правда, это была не моя личная инициатива. А ещё каких-то людей. И, в общем, как с этими людьми я поехал. И уже было прям совсем поздно. И поехали мы на чёртов стул. Этот чёртов стул. То есть, мы и так в Петрозаводске. Это уже далеко. А ещё поехали вообще к какому-то чёртову стулу. И не просто к нему поехали, а вот там едешь-едешь на такси. И потом ещё идёшь, идёшь, идёшь. У меня получилось едешь-едешь. И в этом идёшь, 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 идёшь. Это называется видео без сценария. И это, конечно, был случай. Ещё тот. Потому что у нас сейчас очень белая ночь. Прямо вот белая. Прямо темноты у нас как бы нет такой вот чёрной черноты. Но вот как раз где-то после 11, ближе к 12, к часу, ну, так вот как бы чуть-чуть темновато. Но мы ещё и пошли там среди деревьев. Там такой лес как бы. И ещё стало темнее из-за этого. И было непонятно. У тебя перед тобой камни или лягушки? Ну, и при этом всё вот так вот в комарах испещрено было. И вот так вот идёшь. И я ещё боялся клещей. Так там как бы много кто ещё присутствует. И вот так вот идёшь, идёшь. И некоторые камни вдруг превращаются в лягушек. В темноте. И так распрыгиваются по разным сторонам. Некоторые лягушки даже не додумываются отпрыгивать. Они просто так, ну, прыгнут разок. Покажут, что они лягушки. И всё. Типа, ты должен меня заметить. Обходи. Особо ленивые. Ну, конечно, было красиво. Там я, когда ездил пару лет назад на велосипеде, я выговорил это слово. А вот слово «выговорил» как-то у меня вызвало сомнение. Ладно. И я к воде не подходил. Хотя там близко вода. А вот сегодня мне понравилось, как было красиво ночью. И огоньки Петрозаводска мелькали. И была очень хорошая погода. Но очень много комаров. И потом, когда мы поднялись наверх... Там, в общем, есть какая-то скала. Ну, я не буду как бы спойлерить. Я скажу, что там есть скала, а есть чертов стул. И мы просто пошли на скалу. И, в общем-то, и чертов стул посмотрели. Было хорошо и весело. И единственное, что мы туда приехали на такси. И потом еще шли. А чтобы обратно пойти, там уже не было такси. Вот это как бы чертов стул. Это так далеко, что туда не ездят такси. Туда не ездят такси. Это удивительно. И надо было еще куда-то идти. У меня сейчас даже ноги как-то побаливают. И... Ну, мы шли, шли. Я туда, кстати, на велике ездил. А, я это уже говорил. Ну, просто я туда много ездил на велике. Эта дорога мне вообще знакома. И в итоге такси удалось поймать не где-то на большой дороге. А надо было еще на какую-то очень пыльную. Кстати, удивительно. Вот это вот... Меня прям впечатлило. Ходишь, так хорошо, природные места. И тут вдруг просто вот это вот какая-то щебенка или что-то такое. Но очень-очень пыльная дорога. И все растения в пыли. Где-то вообще за городом. Вот какой смысл людям жить за городом, если они просто живут в сплошной пыли, которой... Я даже в городе не... Да в городе нет такой пыли. Меня это удивило и смутило. И получилось так, что, кстати, я когда вышел... На самом деле у меня поезд... Прогулка началась не в 10. Началась она раньше. И еще не было заката. Точнее, был вот прям закат где-то там. Ну, чуть раньше. Перед закатом я вышел. Пошел куда-то там по набережной, где-то к магазинам. И получилось так, что у меня вся прогулка была от заката до рассвета. И когда я уже возвращался, там на такси, когда меня куда-то там подкинули, близко к общаге, я не пошел в общагу, я пошел встречать рассвет. Единственное, что какая-то туча помешала мне увидеть красивый рассвет. И поэтому я вернулся в общагу уже в дождь. И там, кстати, дождь, и гром, и молния. Ну, и еще, когда я ехал в такси, мне показалось, что меня покусали комары в глаза. Это очень странно. Но вот прямо сейчас на этом видео я понял, что они меня и правда покусали. Если это не кто-нибудь другой, я на самом деле боялся именно клещей. И вот сейчас я даже не знаю, я потом забыл провериться на наличие клещей. А у нас они тут опасные вроде как. Ну, ладно. Вот так.